Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Потому что если женщина является носителем Какой-то инфекционной болезни Когда она наиболее опасна для окружающих Через месяц Через соприкосновение с кровью То есть в крови содержатся вот эти вот Инфекции И для профилактики Если вдруг она инфицирована То значит для профилактики В это время она особенно способны к тому, чтобы заразить людей вокруг себя. Или заразиться сама, потому что у нее все там открыто, расширено. То есть это как бы идет двойная профилактика, как самой женщины, так и окружающей, если вдруг она ВИЧ-инфицирована. То есть это опять идет конкретная профилактика. Ну и что очень важно, вот все то, что мы называли, плюс ко всему еще, чем все заканчивается? Нужно прийти к священнику. А вот мне непонятно, и принесет священнику одну из пицц жертву за грех. За какого? Ну, подхватил инфекцию, что за грех? Ну, тогда было однозначно. То есть любая болезнь, это грех какой-то был в жизни. Причем, понимаете, жертв за грех не только, вот будем так говорить, не будем смотреть у конкретного человека. Твой именно конкретный. А именно, понимаете, если подхватил инфекцию, или как-то она попала. То есть ты не соблюдал санитарную гигиену. Как ты ее подхватил? Был дан закон, нельзя соприкасаться. Ни с этим, ни с этим, ни с этим. Если ты с этим соприкоснулся, значит ты где-то его нарушил. То есть это не значит, что ты согрешил? А в следствии того, что не соблюдал профилактику. Или был неосторожен. Да, был неосторожен. Но это опять же, и что значит неосторожен? Значит, где-то что-то не соблюдал. Почему в Ветском Завете там даже подразумевалось, что если человек болен, если болен проказы, если там какие-то вещи, если беден, это тоже грешник считался. Это уже было определено, это уже вот такие именно стигматы, по-моему, такие были в Ветском Завете. Нет, это людские доводы. Это уже выводы делаются. Если бы не понимать, не считать, там как раз наоборот, вот если Бог, он в первую очередь утешитель, вдов, и сирот, вообще с самых обездоленных, самых нищих. То есть это постоянно проходит, эта мысль, поэтому нет, здесь немножко другое. Это в израильском народе было такое понятие, чем-то богаче, чем-то более благословеннее. Ну и так, кто ставил окончательный диагноз, что человек здоров? Священник. То есть человек, облеченный властью, человек, которого все слушались, у которого есть в этом авторитет. Вот что очень важно понимать. Ну, у женщины мы все это назвали. Истечение крови месячной или какие-то другие. Прикосновение к ней, это путь передачи. Прикосновение к предметам, которых она касалась или на которых лежала. Прикосновение к ее постели, к ее вещам. Человек оставался нечистым до вечера. После полового контакта ее муж тоже был нечистым еще 7 дней. То есть он практически подвергал себя, будем так говорить, опасности, заражениями. То есть и все, он же считался в данном случае тоже возможным источником инфекции. Вот уже я раз звучал этот вопрос от Юры, я повторяю. Почему до вечера? Почему везде срок определен до вечера? Это у тех, кто соприкасался. Потому что до вечера проявлялась вот эта болезнь. Или он заразился этой болезнью, или не заразился. Определенное время. А тот, кто стал, у кого истечение, тот на 7 дней. Вы знаете, на эту тему есть много объяснений. Вот одно из объяснений, которое мне показалось, конечно, убедительным. Может быть, вам много говорится, не очень убедительным. Мне тоже был такой вопрос, но не до вечера. Объяснение было такое. Но тут же имейте в виду, что не допускались собрания, не допускались большие скопища народа. Вот эти люди, которые были нечисты. Почему до вечера? А потому что вечером тоже люди. После захода солнца люди не собирались. Вообще-то спят. То есть вечер – это все. Люди все расходятся. А на следующий день… А с утра он должен был прийти к священнику и сказать, вот у меня было вчера то-то, то-то. Или там был контакт, я до вечера выдержал паузу. А священник сказал, подождать, вот в этом случае тебе надо 7 дней. Все, 7 дней. А в этом случае достаточно, да. И сегодня с утра ты можешь опять выходить на работу. Все, или там идти в скопление народа. Ну вот нам это объяснение показалось достаточно логическим. Да? Вот, конечно, тут можно много других. Мы слышали духовное объяснение. Солнце село, все очистилось там. То есть разные-разные. Ну, как бы вот если брать такие вот объяснения практичные, вот это достаточно практично объяснение. Ну и то же самое, что считается очищенным, чистым человек, когда окончилось истечение и прошло 7 дней вот этот инкубационный период, человек, не было никакого истечения, у него ничего. 7 дней карантина. Карантин, да, хорошо. Карантин. 7 дней карантин вот этой первой Моисеевой заповеди профилактики ЗППП. Ну и опять же нужно было женщине прийти к священнику, высказать все, что у нее было, принести двух голубиц, двух горлец. И тогда священник уже смотрел, объявлять ее чисто или не объявлять. Он уже решал, как человек, облеченный властью. И для чего, 31 стих, для чего были нам даны, вот им даны были все эти законы. Так, предохраняйте сынов Израилевых от нечистоты их, чтобы они не умерли в нечистоте их. А скверняй жилище мое, которое среди них. То есть инфекционная болезнь в состоянии уничтожить целый народ. И вот для того, чтобы этого не произошло, Бог дает вот эти вот заповеди, такие повеления священникам, хранить Божий народ от инфекционных заболеваний. И мы уже говорили, что вирус иммунодефицита человека 5 лет назад был всего 5% передачи через половой путь. Половым путем передавалось всего 5% в России. На сегодняшний день это уже 19%. Представляете? То есть уже, в общем, поэтому нужно заниматься конкретной профилактикой. Ну и посмотреть, ну да, сначала давайте вопрос. Мне кажется, это будет, вот текст из писания будет таким аргументом для таких людей, которые говорят, что меня Вера исцелит от инфекции, когда говорят, даже Бог говорит, чтобы люди следили за своим здоровьем, он не говорил, ой, Верти. Ты приди к специалисту, он тебя осмотрит, и он уже ставит диагноз, здоров ты или нет. Сам ты не можешь этот диагноз поставить. Правильно? То есть об исцелении ставит диагноз только специалист, человек, наличенный на это полномочиями. Священник или врач, кто? Если ты так уверен в своем собственном исцелении, как ты говоришь, тебе об этом говорит дух, обычно так, значит, очень красиво говорят на эту тему. Замечательно, если так в этом уверен, иди сдай анализы. И подтверди это. И подтверди. И через полгода еще раз приди, подтверди. И пусть действительно эта слава не в тебе в одном будет, в твоем собственном восприятии, а пусть это действительно будет свидетельственным во всех. Но, как правило, этого люди не делают. Ну, не как правило, не делают. Потому что иначе у нас были бы уже документально подтвержденные случаи исчезновения ВИЧ из организма. Сейчас таких данных нет ни одного. Есть только громкие заявления. Все. Понимаете? Поэтому вот на этом тоже нужно стоять жестко. Так уверен, подтверди. А вот тогда, я помню, несколько лет назад в Армении, там какой-то парня вроде как исцелили от ПИДа. Нет, ему начали применять лекарства, которые назвали Арменику. Арменику. Да, в Ереване. То есть он был как такой подопытный человек, которым вот это лекарство стали применять. Должны были, это длиться всего полгода, применение лекарства. Первые два месяца его отслеживали. То есть каждый раз появлялись там, да, у него состояние улучшается, там вирусная нагрузка падает. Через два месяца тишина. И сейчас никто не знает, что с ним. Ну, для интереса, что мы пытались сделать справки. Вы знаете, вот глухо. Что произошло? Полная тишина. Но очень громко кричали. Видите, об этом слышали все. Что лекарства нашли. Сейчас молчали. Чем все кончилось, никто не знает. Ну, может быть, кто-то и знает. Но почему-то вот не выводит на широкую общественность. То есть вот, к сожалению, сейчас так и происходит. Если что-то где-то, какое-то, внутреннее восприятие чуда, кричи. Но когда понимаешь, что ты ошибся, это были лишь твои чувственные моменты, ты впал в депрессию, об этом мы молчим. И поэтому возникают такие ситуации, вот такого ложного восприятия действительности. Это грустно от этого. Ну, и сравнение того, как передавались заболевания половым путем в Священном Писании в Ветхозаветные времена, и как ВИЧ передается сегодня. То есть через половые жидкости и тогда, и сегодня оно передается точно так же. Половым контактом, да, есть передача. Через слюну тогда плеваться было нельзя. Ну, там, имеется в виду, не это. Сейчас плеваться тоже нельзя, но ВИЧ не передается. Ну, не, ну, в любом случае никакой это ИППП через слюну, через плевок не передается. То есть там уже идет профилактика другой инфекционной болезни, да? Прикосновение к телу ВИЧ не передается, тогда была профилактика. То есть, причем, почему привели эту таблицу? Потому что тогда Господь поставил более жесткие рамки профилактики этих заболеваний. Причем сразу на все заболевания. Через инфицированные вещи ЗППП передается, ВИЧ не передается. Через месячные кровотечения передается. Переливание крови, ну, тогда переливания крови просто еще не было. Кровь не переливали. Ну, и не было никакой альтернативы к кормлению ребенка, вскармливанию. Если ребенок рождался, было однозначно. Его либо кормит мать, либо суррогатная мать. То есть не было того искусственного вскармливания, которое сейчас есть. Можно прям с рождения кормить. Поэтому вот в Священном Писании об этом нет даже упоминания. ТВ-семинария – благотворительный проект. Наш общий вклад обеспечит доступное христианское образование и формирование сотен служителей по всему миру. Поддержите наш проект молитвой и финансами. Информацию, о чем молиться и как пожертвовать, вы можете найти на сайте tvseminari.com Итак, Бог дал священникам обязанность заниматься профилактикой всех этих заболеваний еще три с половиной тысячи лет назад. Причем священникам Бог дал. И этим занимались именно священники, священнослужители. И тем более это был закон. Закон. И этим занимался. Какие-то там предписания, а просто закон. Конкретно. И невыполнение его побивалось камнями, каралось. Камнями доказания. И у священников даже мысли не было касаться этих грязных тем. Или не касаться их. У них не было выбора. Они должны были касаться. Это была их первая очередная задача. Касаться тем профилактикой. И это было такое же духовное служение, как и служение в храме. Там проповеди, принесение жертв и так далее. Молитвы и так далее. Это было наравне. И поэтому говорить вот это чистое служение, это грязное служение, неправомочно совершенно. Бог дал практические правила профилактики для предотвращения передачи всех этих заболеваний. И он дал указания по дезинфекции. Время карантина, время очищения. Как снизить вред. То есть это практически та самая программа снижения вреда. Что-то случилось. Не прикасайся. Ну, если прикоснулся, тогда омойся. И до вечера не трогай никого. А уж если у тебя тоже это пошло, значит вообще 7 дней пока у тебя пройдет. То есть, понимаете, все, все по нарастающей идет. Все то же самое. То есть, как бы это для нас с вами, ну, вот образец, да, вот как сейчас действует. Начинаем с самого малого, самой такой конкретной, жесткой профилактики. А потом уже идем дальше. Каково применение это для нас сегодня? Служение профилактики заболеваний, передающихся половым путем, должно быть таким же важным служением в церкви, как и любой другой. И не должно быть место ложному стыду в церкви за просвещение в области сексуального здоровья. Это стыд ложный, это стыд, за который нам потом будет стыдно. Не только перед нашими детьми, но и перед Господом. Об этом надо говорить. Причем мы должны знать практические меры профилактики. Не просто так вот образные. Да, лучше не грешить, лучше не прикасаться. Что делать, если произошло это? Что делать, если было изнасилованным? Что делать, если был наркозависимым? Что делать в этой ситуации? То есть должны быть конкретные, нельзя отворачиваться от реальности, конечно. Ну и также все священнослужители, церковь и супружеские пары должны серьезно относиться к этим мерам профилактики. И к самим заболеваниям. Ищите нас в поисковых системах по запросу ТВ-семинария. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok